Клево всем, друзья! Последние теплые деньки бабьего лета. Осень перевалилась за вторую половину. Буквально на следующей неделе очередное резкое похолодание. Будут дожди, опять холодно. И вот недельку погода нас порадовалась. У меня, к сожалению, получилось всего первый раз выскочить на рыбалку за эту неделю. Тем не менее, сегодня я с маховой удочкой приехал на дикий водоем попробовать погонять карасика. Надеюсь, что-то получится. Погнали, друзья! С прикормкой мудрить ничего не буду. От одной из рыбалок осталось чуть-чуть прикормки, в морозилку кинул. Сюда сейчас здесь лечь. Сюда же досыпаю еще одну пачку мыща. Водичку. И сейчас она у меня постоит минут десять. Новая прикормка возьмет воду и волью чуть-чуть аромы меди. Чтобы посвежить запах, сделать более мясную прикормку, чтобы запах был для рыбы для осени более актуальным. Сама прикормка с присвкусом хлеба, запахом хлеба. Поэтому такой легкий запах, но добавлю у него сейчас меди. И порежу еще сюда червя. Порежу одну коробочку. Это в прикормку подойдет. Мясо карачку. Пусть там копается, выбирает вкусняшки. Сюда. Перемешать. Чуть-чуть мидии. Теперь все это перемешиваю. Мидия запах очень сильный. Будет такой хлебно-селеногубой какая-то мидия. Надеюсь, карасию понравится. Заскучился за ловля карася на удочку. Все. Еще добавляю воду. Кормить буду шарами, чтобы они дольше там лежали, размокали. Пусть прикормка будет потяжелее. О, отлично. Все. Сейчас еще постоит 5-10 минут и можно начинать закармливать. Вот такая удочка с 6 метров длиной. Китаец. На конце у него веревочка. Удилище довольно мягкое. Поэтому именно ловить некрупную рыбу огромный кайф. Ладошечный карасик уже дает жару. Вот. Такая мягенькая. Хорошо работать легкими монтажами. Там даже в один грамм, в полграмма. Без проблем. И очень хорошо их забрасывать, пробивать ветер. Начну с вот такого монтажа. Трехграммовый поплавок. Длинная антенка. Прикормка готовая. Забрасываю. Глубина небольшая. Меньше метра. Если посмотреть. Где-то с метра, да. Вот такая всего глубина. Вот. Метр где-то. Леплю шары. Вот такие шарики. Как пахнет безумно. И в точку ловли. Перебросил. Отлично. Оставляю прикормки немного. Это на подкорм. Если рыба будет активность проявлять. Я время от времени буду небольшим буквально. Вот такие шарики подкидывать. Для того, чтобы он падает. Пыль пускает. Свежий запах. Свежая прикормка. И рыба начинает активизироваться. Но глубина небольшая. Поэтому нужно быть очень-очень аккуратным. Ребята, я вам открою один маленький секрет. Если он вам понравился, ставьте лайк. Поздней осенью и ранней весной, зимой при ловле карася. Спешить на зорьку не надо. Очень часто бывает. Вижу рыбаков. Когда я только приезжаю на водоем. Они уже собираются домой. Клева нету. Очень часто клев начинается с 9-10 утра. А то и позже. И чем холодней, тем вот этот промежуток позже. Ну 10 это где-то такая вот норма. Даже зимой, когда там температура воздуха 3-4 градуса. Мы ловим карпа или ловим карася. Вот ждем 10 часов. Ага, сейчас должен включиться. Такое очень-очень часто. Поэтому, если вы со мной согласны. Если вам этот секрет понравился, ставьте лайк. Глубина небольшая. Вести нужно себя тихо. Только закормил. Клев также, думаю, включится не раньше, чем через полчаса. А то чуть позже. Поэтому, есть время попить чайку. Позавтракать. Ваше здоровье, друзья. Ну что, начинаю. Начну с опарыша. Вот так вот. Два танцора диска. Сейчас глубину выставил так, что у меня подпаски вместе с крючком лежат на дне. Здесь сижу в камышах, в затяжке. Солнышко припекает. Вообще ташкент. Класс. Дипы буду пробовать. Если летом я совершенно не вижу смысла использовать по теплой воде дипы. Это просто практически бесполезное занятие. Чем вода холоднее, тем дипы лучше работают. Почему это происходит? Летом мы по теплой воде используем прикормки с насыщенной ароматикой. Довольно сильно ароматизированные. Плюсами добавляем. Получается очень ядреные прикормки. А чем вода холоднее, тем аромы мы льем меньше, тем прикормка более бедная на запах. И допустим, маленькая пшикалка на том объеме запаха, который там уже лежит, будет незаметна никогда в теплой воде. Рыба плавает, поднимает муть, там такое-то облако аромы. И что мы там выделили прикормку, пшикнув, что там мы выделили насавку, пшикнув маленькую капельку, это смешается, не будет заметно. В холодной воде рыба не настолько активна, не так сильно перемещается, не так сильно мутит. Прикормка на запах более бедная и поэтому великолепно выделяются насадки дипами. Сейчас у нас переходный период, ничего не понятно. То было холодно, потом неделя тепло, поэтому сказать ничего невозможно, но пробовать уже есть смысл. Всю весну и начало лета дипы работали на ура. У меня во всех моих видео по ловле карася можно пойти посмотреть на канале. Видно, как я использую дипы и как они порой просто делают рыбалку. Снял трёхграммовый монтаж, поставил полутораграммовый, посмотрим даст результат или нет. Что какие-то движения есть, а я их не пойму. Одна была внятная поклёвка и всё. И потом что-то приподнимет, опустит, то ли там просто ходит, он не берёт, не пойму. Солнышко за тучки прячется. Опа! Иди сюда, иди сюда! Есть, ребятки! Есть! Небольшой! Ну, карасик! Вот такой малыш! Тёмненький! Ничего себе, уже походу в вылу сидит! Вот такой! На червячка утопил! С почином! Так, червячок был с дипом креветки. Повторяю. О, это перехват мелочёвки. Краснопёрка тут как тут. Иди сюда, иди сюда! Иди сюда! Какой классный! Тоже тёмненький, друзья! Смотрите, уже походу начинает прятаться в выл. Вот он более тёмный. Ай, красивый! Красавец! Хе-хе-хе-хе-хе! Толстенький! Хе-хе-хе! Класс! Слегонца! Вот приподнял и туда-сюда, что-то там шевелил. Поддену опарыша. И ещё раз с креветочкой. Смотрите, с креветкой поклёвки. Я рад! Я рад! Некрупненький, но он поклёвывает! Два поймал! Класс! Опа-па, поклёвочка! Иди сюда! Есть! Есть! Хороший! Хороший, друзья! Отличный! Не сверхогромный, но как раз ладошечный на жарёху! То, что надо! Как я люблю жареного карася! Для меня жареный карася – самая любимая рыба, друзья! Верите, не верите! Если у меня есть дома жареный карась, пока он не закончится, я практически другим не питаюсь. Вот он нажарю, 3-4 дня он у меня есть. Я прихожу с работы, ем только жареного карася и всё! Да, это не летние поклёвки! Иди сюда! Иди, иди, иди! Это, друзья, не летние поклёвки! Красавец! Осторожные! Отлично! Очень нежные, осторожные! Блин, походу там есть, плавает, чуть-чуть шевелит! Так, дипаном! Дипану! Так, кто у нас тут? Крепить! Креветка! Креветка показала хороший пока результат! Да, чешуя! Там тасуется карась! И вот нам нужно его соблазнить на поклёвку! Так, 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 давай, 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 решайся! Какие поклёвки нежные, друзья! Очень интересно, друзья! Карасик там есть, ходит, но видно, что активность очень низкая! Вот, 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 поклёвка! Да? Или нет? Было! Притопил, бросил! Вот, вот, опять шевелит! Да, это не летнее выкладывание, поднюдь! Что-то не понравилось, бросил! Притопил, бросил опять! Вот так! Хотя там сейчас одет один опарыш чулком! Так, можно попробовать поставить более лёгкий крючочек! Как вариант! Так, наверное, сделаю! Сейчас более лёгкий крючок поставлю! Так, поставлю четырнадцатый на ноль первом! Такой толстенький крючок! Сейчас буду экспериментировать! Дашь что-нибудь изменения в крючке и в поводке! Разведу подпаски подальше! Параллельно! Оп-оп-оп-оп! Какой красавец! Whisper Henas! Не Howard! Параллельно! Чамаш shims! Чамашли- черненькие! Параллельно! Параллельно! Hенная podcast сразу, оно вот你好! так еще пробуем посмотрим есть он там стоит красавица не крупный но отлично в этом водойме вообще крупного очень мало в основном два раза больше этого попадается середина осени вторая половина стрекозы летает ну ничего это не долго осталось следующей неделе в середине недели уже плюс 10 обещают против сегодняшних до 20 тепла иди сюда иди иди крючок небольшой тоненький поводок тоненький забагрил за морду вот так вот друзья он там есть ходит тасуется но вот с поклевками у него всех плохо так червячка небольшими вот такими кусочками сейчас 1 ходит шевелит поплавок рыбка есть тасуется но вот с поклевками не очень это вонючка попробуй вонючкой так утончил поводок поставил 08 в крючок 12 тоненький посмотрим даст результат или нет очень интересно проверяем потому что видно что рыбка есть но активность ниже плинтуса поводок тоненький поэтому прием обязательно в подсачок даже не крупного карасика есть вот ок 0 08 поэтому обязательно подсак вроде не крупненький но у нас и поводочек тоненький есть красавчик клюнул пробуем дальше сработал после подыгровки пока лучше всего работает именно червяк чистый или с дипом иди сюда 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 и сюда есть красавица есть класс есть приподнял примерно вот так сантиметров на 70 сейчас примерно сантиметра на 4 опустил на одном поклевка поводок тоненький поэтому даже не крупного буду брать под сачком поклевка была на дном примерно 4 сантиметра на дном такой задушечный так пробуем ищем опять положил на дно посмотрим на результат давай 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 какая шикарная поклевка бросил вот так друзья или нет еще лишь там он вот так клюет сейчас карась так вот так давай давай иди сюда красного опарыша чисто а забагрылся есть там а нет все в рот то просто зацепился плавничком красавец отличный жареха у меня будет сегодня сказочная ребята в это время рыбаки очень часто забывают о том что вода похолодала и нужно совершенно поменять все чтобы ловить рыбы рыбу нужно поменять состав прикормки нужно поменять снасть нужно поменять тактику все продолжают ловить тем же способом тем же составом тем же тежими насадками что ловили летом ну все надо менять кардинально когда вода похолодала меняется состав прикормки с летних на осенние на зимние уменьшается размер насадки меняется насадка делается снасть более тонкая поплавок более легкий все рыба уже начинает она кормится но она уже не так активно корма ей нужно меньше снасть более чувствительная чтобы увидеть поклевки снасть более тоненькая чтобы рыба не выплюнула почувствов нагрузку если идти в шаг в шаг с похолоданием то будем будете почти всегда словом иди сюда Красавец. Красный опарыш и гип. Пробовал подкармливать вот такими шарами отпугивает один кидаешь затихает в итоге подкармливаю кусочками размеры с горошину кидаю штук 5-6 время от времени тогда рыбка чуть-чуть оживает нет нет по крайней мере не пугается поставил сейчас поводок 012 поклёвок чуть чуть меньше стало на зато легче работать с ними а то 01 уже оборвал целую кучу то зацеп то в садке зацепится иди сюда иди сюда иди мой хороший на 012 уже можно их смело поднимать не бояться по зимнему клюет ребят по зимнему просто по зимнему иди сюда ну какие они бойцы зато сейчас ах если влепить бы крупного собля как бы он бился если ветра нету вот такая погода то реально есть смысл уже ставить монтаж поплавок 01 и меньше чтобы чувствовать поклевки чтобы рыба не бросала как очень много поклевок просто потянет бросит потянет бросит я порой со своим зрением не вижу вот вижу что поплавок что-то делает не то не идеально стоит вот как сейчас вот раз притопило сейчас более-менее ух как он там вводит шикарно есть очередной красавец нельзя птичка со мной согласна кайф 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 ребята потом дома буду на камере рассматривать поклевки так всегда друзья монтирую видео поплавок когда приближенный рассматривал поклевка опять поклевка вот как она выглядит поклевка какую на как он бьется было бы хорошенький вот такой как раз для жарюхи то что самое надо самая вкусняшка вот такой давай Иди сюда! Класс, ребятки! Просто офигеть! Ой, какой хороший! Класс! Так, вторая половина октября и вот такие красавцы! На удочку у берега! Ну что, ребятки! Более 40 хвостов на одну маховую поплывочную удочку в середине осени! Кайф! Кайфанул по полной! Ничего не ошибся! Все сделал правильно! Карасик клюет как надо! Грунт пока еще не нужен, но думаю скоро понадобится! Отлично! Дипы работают! Стали работать! Без них сейчас хуже будет! Так что все отлично! Рыбка клюет! Можно ездить, ловить, кайфовать! До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова